День России начался с выступления тысячного хора. Здесь и коллективы музыкальных школ города, и камерный хор Рязанской филармонии, и другие академические и творческие коллективы. Они исполнили гимн Российской Федерации, и такие песни, как «Рязань краса», «Моя страна» и другие. Репертуар выбирался в соответствии с праздником, рассказала художественная руководительница Евгения Попова. Мы все горды, что мы участвуем, принимаем в это участие, что здесь публика, что губернатор посетил наше мероприятие, вот это красивое, такое большое, и оно дальше еще продолжается. С Днем России рязанцев поздравил губернатор региона Николай Любимов. Сегодня мы все вспоминаем нашу историю, говорим о настоящем. Думаем о будущем. Ну и, конечно, мы должны сделать все, чтобы наша Рязань, наша Рязанская область вместе со всей страной была комфортной и удобной для жизни. Об этом говорит и ставит такие задачи наш президент Владимир Владимирович Путин. Ну и, конечно, мы должны эти задачи выполнить. Николай Любимов пожелал рязанцам добра, здоровья, мира, семейного и личного благополучия. В праздничном мероприятии приняли участие и десантники. В 2018 году на территории училища был открыт православный храм имени Святого Георгия Победоносца. И правительство региона приняло решение каждый год дарить храму новую икону. Николай Любимов подарил икону Святого Георгия 17 века. От имени всех ветеранов воздушно-десантных войск, командующего воздушно-десантными войсками, мы поздравляем вас с Днем России. Уже стала традиция, и мы после парада участникам вручаем знаки губернатора Рязанской области. Знаки памяти, знаки всех тех, кто достойно служит нашей Родине, России. Рязанских десантников наградили знаками губернатора. Медали вручили Николай Любимов, глава городской думы Юлия Рокотянска и исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Елена Сорокина. Важным событием для города стало и то, что Рязань выбрали новогодней столицей России 2020. И специальными гостями мероприятия стали Дед Мороз и Снегурочка. Они рассказали о предстоящих новогодних мероприятиях, таких как парад Дедов Морозов, Всероссийский фестиваль огня и света, рязанские новогодние олимпийские игры и многие другие. Всего жителей и гостей города ожидает 20 мероприятий. К Новому году преобразятся городские пространства нашей Рязани. Мы построим зеленый театр в ЦПКО. Благоустроим Лысую гору, излюбленное место отдыха рязанцев в Солочи. Мы построим на бульваре Скобелева детскую игровую зону рыцарский турнир. Мы реализуем проект «Снежный космос» в парке Гагарина. Мы приготовили разнообразную интересную программу. Презентовали и главных персонажей, которые будут знакомить гостей с новогодней столицей. Это рязанский косопус, Забава Путятишна, Добрыня Никитич и рязанская баба. Показали и фирменную одежду новогодней столицы. Символика новогодней Рязани – это снежинка. Она, как вы видите, окрашена в разные цвета времени года и представлена в нашей экипировке. Такой яркий символ, самый новогодний, самый снежный. После официальной части начался спортивный праздник. Сразу несколько площадок было открыто на площади. Рязанцы от мероприятия в восторге. Знаешь, замечательный праздник, замечательное настроение. Праздник замечательный. Я хочу даже, вот сказать, День России, самый великий праздник. Очень, очень, видите, плачут встают. Очень хороший, веселый праздник. Праздник продолжился на Бульваре Победы. Здесь открыли новый фонтан. На мероприятии выступила группа «Иванушки Интернешнл». Завершился праздник салютом. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».